О том, что иранский автобизнес хочет сотрудничать с российским, мы говорили не раз, но сроки и формат такого сотрудничества остаются неясными. В начале февраля российский посол Алексей Дедов заявил, что до конца марта Иран Ходро намерен ввести около 2000 автомобилей. Помимо этого, ещё один государственный концерн, Сайпа, собирается поставить порядка 20 тысяч машин. Одновременно посол уточнил, что начало продаж тормозят только вопросы сертификаций. В ответ Минпромторг заявляет, что ввоз иранских машин на территорию России невозможен. Дескать, на сегодняшний день они не сертифицированы. Притом чиновники даже не получали запросов на эту процедуру. Но это Россия. А ведь иранцы могут запросто зайти через соседнюю Белоруссию. Это законная схема. Так были сертифицированы даже москвичи. Похоже, что этим путём пойдёт и Сайпа. Белорусская фирма Lucky Currency недавно стала дистрибьютором марки. Сейчас идёт сертификация техники, а продажи должны стартовать через три месяца. А что технологии? В Иране локализованы антиблокировочная система тормозов, подушки безопасности, нейтрализаторы, аппаратура впрыска и блоки управления двигателем. Как уверяет господин Мослим, российская страна интересуется поставками сидений и средств пассивной безопасности. Я знаю, что АвтоВАЗ купит от нас подушки безопасности и сидения, и ремень. Это то, что я знаю. В свою очередь, АвтоВАЗ может помочь Ирану. Концерн Сайпа никак не может возродить производство моделей Сайпа Пар Стандарт 90, то есть Логанов первого поколения, потому что для них нет двигателей. А в Тольятти такие моторы найдутся. Их прежде собирал цех под номером 15-3. Притом блоки цилиндров, головки блоков и коленвалы были отечественного производства. И эта сделка, похоже, состоится. В покупке многих двигателей из АвтоВАЗ было такого переговора. Сейчас они продолжаются. Кроме этого, еще рассматриваются сборные линии для автомобилей, которые производят Сайпа в России. Где могли бы собираться автомобили Сайпа, пока не ясно. Известно, что иранцы вели переговоры с особой экономической зоной Алабуга, но не более того. Естественно, не исключен вариант и прямых поставок из Ирана. Продолжение следует... Продолжение следует...